Компьютерные классы, оснащенные по последнему слову техники, новая лаборатория химии, кабинет физики и не только. Теперь в таких условиях ученик 6 класса Кутман Шещеналиев получает образование. Учиться в такой школе одно удовольствие, признается школьник. Сейчас уже закончили строить школу. В школе есть все условия. Есть спортзал, большие кабинеты, библиотека. Эта школа бесплатная, мы учимся в этой школе и мы не платим ничего. Раньше дети из села Мыкан учились в здании детского сада 1960 года постройки. Помещение было маленькое, поэтому здесь преподавали только до 4 класса. После родителям приходилось устраивать детей в другое учебное заведение. Раньше наши дети учились в соседних школах. Три километра от нас, в Аламдунской первой школе, второй школе и в город ездили. Новая школа в селе Мыкан рассчитана на 300 ученических мест. Сегодня здесь уже обучаются порядка 160 детей. Преподают уроки 12 педагогов. В учреждении есть просторный спортивный зал, полностью оборудованная столовая и не только. Открытию этого учебного заведения больше всего рады дети. Очень рада, что мы здесь учимся, здесь все условия есть. Библиотекарь нам выдает книги совершенно бесплатно и здесь есть все условия. Тогда в старой школе мы, например, спортзал, да, у нас был спорт, физра, да. Мы игрались на улице, а теперь мы играемся в спортзале. Сегодня состоялась торжественная церемония. Открытие этой школы в мероприятии принял участие глава государства. Напомним, первая поездка Садыра Джоапарова в регионы в качестве президента началась именно с села Мыкана Ламыдунского района. 31 января этого года глава государства заложил первый кирпич под строительство этого учебного заведения. Выступая на торжественной церемонии запуска средней школы в селе Мыкан, Садыр Джоапаров поздравил сельчан с открытием нового здания школы. Он отметил, что образование – это самая надежная основа устойчивого развития. Время показало, что только образованное общество может выдержать глобальную конкуренцию. Наличие образованного общества в Кыргызстане – это не просто желание некоторых людей. Это важный государственный вопрос. Наша система образования должна быть главным механизмом развития страны. Президент отметил, что школа построена и сдана в эксплуатацию за 9 месяцев. Сегодня каждое новое учебное учреждение – это путь в светлое будущее и развитие нашей страны. Также Садыр Джоапаров отметил, что в этом году кыргызстанские спортсмены, занявшие призовые места на Олимпийских играх в Японии и чемпионате мира в Норвегии, подали хороший пример для молодежи и следующего поколения. «Отрадно, что в вашем школьном комплексе построен современный спортзал. Желаю всем мальчикам и девочкам, которые будут заниматься в спортзале этой школы, нести флаг Кыргызстана за границей. В вашей школе есть не только спортзал, но и все современные условия для обучения. Поэтому я уверен, что ваши ученики будут хорошо учиться и внесут свой вклад во всестороннее развитие нашей страны». В детском саду начинается достойное воспитание, а в школе закладываются основы знаний, подчеркнул президент. Поэтому педагоги должны обеспечить качественное образование в соответствии с требованиями 21 века. Чтобы дети могли достойно конкурировать в мире, обратился к учителям Садыр Джоапаров. «Сегодня учителям необходимо повышать педагогическое мастерство в соответствии с требованиями времени, потому что только всесторонне развитый учитель может дать хорошее образование своим ученикам. Ваша главная задача – воспитать здоровое, разностороннее, патриотичное и образованное поколение с высокими человеческими качествами». Садыр Джоапаров выразил благодарность предпринимателям и спонсорам, помогающим развивать села и решать социальные проблемы жителей регионов. Поблагодарил глава государства и Всемирную ассамблею мусульманской молодежи за содействие в строительстве социальных объектов, в частности 55 школ в наиболее нуждающихся районах Кыргызстана, в том числе семи школ в Чуйской области. К слову, школу в селе Мыкан также удалось возвести благодаря спонсорской помощи Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи. «Уважаемый господин президент назвал это комплекс, комплекс дружба, потому что мы друг с другом сильные отношения, как по кыргызски интимак, друг друг любит. Всех кыргызск, северный, южный другом, мы вместе одна рука. Кыргыз и другой нация тоже вместе, как одна рука. Очень сильно благодарю уважаемый господин президент на это название. И хочу тоже благодарить уважаемый господин президент на дела, которыми он занимается, для развития нашей страны». Всего Паламудунскому району укомплектовано 32 770 учеников. Планируется, что теперь старое здание школы в селе Мыкан, где дети обучались до 4 класса, отремонтируют и сдадут под детский сад. «На детский сад почти там готово, только надо ремонт сделать, капитальный ремонт. Пока еще смету не составили. Теперь после открытия школы будем думать, составлять смету и решать этот вопрос». Отметим здание средней школы в селе Мыкан, расположено в комплексе Интымак-Белим. Здесь вместе со школой был запущенный ФАП. Раньше жителям близлежащих сел для получения медпомощи приходилось ездить в фельдшерско-акушерский пункт Аламудунского района. «Отрадно, что был открыт этот ФАП. Сюда приходят граждане из нескольких сел. Кроме того, медицинскую помощь могут получать и дети. Тем более, школа расположена в двух шагах. Сейчас здесь работает только фельдшер, но мы планируем направить сюда и семейного врача». Сегодня строительству образовательных учреждений в регионах и капитальному ремонту старых школ уделяется особое внимание. Этот вопрос находится под личным контролем главы государства.